всех приветствую на своем канале добро пожаловать очень рада что вы ко мне заглянули сегодняшнее видео у меня начинается с того что я решила приготовить сырнички вчера вечером я купила домашний творог полкило кстати у нас стоит 60 рублей пол килограмма и сегодня решила приготовить сырнички полный рецепт как я готовлю сырнички можно найти на моем втором канале ссылочка будет в описании под этим видео сырнички я делаю по своему рецепту я не знаю как и вот кто их делать я делаю так сразу в твороге добавляю муку потом все остальное сыпучая соль сахар ванилин затем яйцо и начинаю выпекать в этот раз творожок у меня слишком какой-то густой был на слишком такой твердоватый что ли поэтому я его решила немножечко размять блендером и немножечко нежнее получилось у меня консистенция ну все творожок мой готов я вымесила и ложечкой и блендером по соли по сахару тоже все насыпала так примерно на глаз но еще раз говорю если кому интересно ссылочка на втором и кулинарный канал там есть полный рецепт как и сколько и чего нужно добавлять для приготовления сырников на этот раз я решила жарить сырники на низенькой сковородочке она тоненькая низенькая маленькая это сковородочке я обычно делаю зажарку сегодня решила приготовить на не сырники выкладывать буду сырники на тарелочку как всегда застелила бумажным полотенцем полотенцем и бумажное закончилось пришлось распечатывать новый рулон тоже немножечко заняло то времени поэтому пока сковородочка накаляется мне немножечко было времени поменять бумажное полотенце чтобы творог не приставал к рукам я руки намочила в воде и стала формировать наши сырнички сырнички готовлю такие небольшого размера кругленькие буду обжаривать с двух сторон до золотистого цвета сырнички уже с одной стороны поджарились стала переворачивать что-то не нашла деревянную свою лопатку взяла эту силиконовую начата вся гнется поэтому с помощью лопатки и вилочки все-таки получилось у меня перевернуть все сырнички дима на сырники не любит вообще творог на дух не переносит он в общем-то сидел в своей комнате там чем-то занимался дверь была закрыта я тут быстренько жарила чтобы он лишний раз не видел и не знал с чего якобы эти оладушки в общем-то быстренько успела пережарить сырники пожарила все приготовила он зашел это чё игры то ладушки пробуй не стал ведь есть эти сырники точнее он попробовал откусил игр так это же творог игру нет это ладушки в общем-то ни в каком я не получилось его провести все-таки чтобы он сил хотя бы один сырник вот только откусил и все сказал я не буду такое есть вот так у меня дима немножечко перебирает виде где-то что-то вот и не как вот в него его дочери не уговорить что-то вот другое вот скушать то что он не любит а мы все с удовольствием поели я вообще люблю сырники у меня какая-то знаете такая ассоциация с детским садиком сырники какой-то еще нам подавали к сырникам сметанный соус или что такое я не знаю не помню так вот знаете садика прям какие-то воспоминания такие белая какая-то жидкость и сладкая я не знаю что это такое было какой-то в общем-то соус и вот и так любил эти сырники с этим соусом сладеньким макаешь сырники ешь вот у меня вот я говорю с детского сада какая-то ассоциация такая вот довольно таки теплая добрая воспоминания такие какие-то вот знаете и поэтому я вообще люблю сырники но не бы небольшая порция как говорится получилось том что творога было всего полкилограмма в нашу семью даже на троих человек это как бы маловато но сколько было столько приготовила муж с сыном пришли с работы как раз вот и им чай попить хватило один вот так все таки и ни в какой у меня не получилось его всякими разными способами всякими отговорками приговорками даже зубы ему заговаривала когда он откусывал чтобы он только знаете не вник не понял вкус вот так вот даже присыпала сахарной пудрой чтобы немножечко знаете как смазать что это сырники нет ни в какую все таки так у него и я его точнее не провела так он их и не поел ну что после любой готовки как обычно мотивация на мойку посуду посуды не знаю как у кого у меня когда начинаю готовить у меня столько грязной посуде это прямо что-то с чем-то поэтому пока вся эта посуда не засохла тут еще утренние игрушки муж с сыном пили утром чай перед работой тоже решила их помыть вот и все что испачкала пока готовила сырники тоже сразу сполосну потому что после творога посуды если засыхает очень тяжело отмывается поэтому лучше все и сразу перемыть и и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Чтобы было удобнее выносить Достала свою щеточку Купила щеточку Кстати в доброцент такая щетка классная Она жесткая и щетина Такой длинный Очень удобная ручка Я довольна Одела перчаточки Буду мыть доместосом Как обычно этим доместосом Надышусь опять Вроде бы в нем не столько хлора Но все равно он есть Поэтому пока В самой этой ванной ползаешь Там моешь ее И я очень сильно обжигаю Слизистую носа Ну вот я не знаю чем еще мыть Санокс Как-то в нем уже Как я говорила уже разочаровалась Поэтому я сейчас не стала Даже и покупать Ну какой-то он не стал отмывать что ли Поэтому вот приходится Дышать этим доместосом Пока там Доместос у меня работает Я унитаз как обычно Первый раз мою туалетным утенком Смываю воду Потом соответственно Тоже заливаю доместосом Закрою крышечку Доместос пока будет работать Я перейду в ванну Буду мыть в ванну Поэтому так вот я и работаю Конвейерами И тут и там Как говорится отмываю Как я уже говорила Можно уже было бы и стены помыть Но я что-то все никак Вот не соберусь Никак себя не настрою Не заставлю точнее Помыть в ванной комнате стены Стены у меня обтянуты пластиком Можно было бы конечно Шваброй их пройтись Но что-то сегодня Вот знаете Вот с ночи пришла Сырников нажарила И ванну вот просто Помыла самое Как говорится все необходимо И все У меня силы иссякли Вроде бы и поспать бы Не мешало бы Ну конечно же Я не ложилась и не спала Но все что запланировала Самое для меня было важное Я это слава богу Сделала Когда мы зашли в эту квартиру У меня конечно поразила Как же так совместный санузел Как же мы будем с этим делом Бороться Справляться Как же вот кто-то Если моется Кому-то вдруг приспичит Я все время думала Как так Вот как семья Семьями люди живут У которых совместный санузел Живя здесь уже несколько лет Я поняла Что нормально Что нормально Под это все Люди под все подстраиваются И как-то знаете Без проблем вообще Ну и я сколько Вот мы уже тут лет пять Наверное живем в этой квартире Вообще без проблем То есть меня даже не смущает Это И не то что не смущает Мне даже стало нравиться Что у меня совместный санузел Я просто представляю Если бы это было все раздельно Как бы было бы Мало было бы места Тут и так в принципе Немного места А если бы еще было раздельное То я представляю Как вообще было бы В каждой комнатушечке Очень мало было бы места Не развернуться Не повернуться Поэтому Меня устраивает Что у меня совместный санузел Вот сейчас мне скажи Раздельный Да нет Я не хочу раздельный санузел Мне вот прям нравится Что он совместный Хоть как-то где-то Что-то все-таки Посвободнее Ну не знаю Либо я привыкла Либо мне так кажется Но мне нравится Совместный санузел 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 доместес поработал уже в унитазе еще раз я его ёршиком тщательно хорошо хорошо намываю крышечку сейчас от унитаза помою все никак я не поменяю эту крышечку вы уже все наверное видели не раз что у меня на унитазе лопнутая крышка но никак я все не могу ее поменять также я сейчас по краям весь унитаз тоже обязательно протру знать от вещей от полотенец какой-то вот падает ворс какая-то пыль на поверхность унитаза меня это прямо не нравится я постоянно как мой унитаз вот в каждую как говорится за куточек каждый залезу все везде вытру все везде вы мы снизу под унитазом стоит у меня ведерко из-под майонеза знаете летом такой конденсат у меня здесь наверное потому что моемся и вот это вот испарение хотя работает вытяжка довольно таки неплохо вытягивает влагу но все-таки какой-то конденсат про начинает капать я все-таки боюсь затопить соседи поэтому я ставлю такой вот ведерочка чтобы весь конденсат собирался в майонезный ведерочка не знаю у меня только так может быть еще у кого-то напишите если у кого есть такая же проблема как вы с ней боретесь будет интересно мне почитать потому что я просто не знаю как с этой проблемой справиться как с ней бороться поэтому нашла выход с положения такие вот ведерки все полы закончила мыть стилю чистые коврики я их стирала первый раз кстати стирала после покупки и расставляя все на ванну все по местам все флаконы мочалочки развешиваю в общем-то все как все как надо все слава богу успела сделать все помыла перемыла я довольна все уборку в ванной закончила ванная сама отмыла унитаз отмыла полы помыла коврики чистые постелила вытяжка метод гудит поэтому гул стоит вытяжку кстати дня два назад во не откручивал мою поэтому сегодня я уже ее не трогала все на сегодня моя уборка закончена всем спасибо большое за внимание спасибо за просмотр всем пока пока до встречи до встречи